Итак, друзья, вот на данный момент, что у меня получается, я провязала росток 5 рапортов вниз. С этой стороны, конечно же, уголок, потому что мы вяжем ровный край. И будем мы соединять вот с этим местом, где висит у нас маркер. Между ними будет цепочка из воздушных петель. Смотрите, как это выглядит. Я делала сейчас разработку для того, чтобы без отрыва нити сразу сделать и обвязку по рукаву, и соединить проймы, и пройти вниз на платье. Сейчас я сделала такой образец. Для меня не вопрос все это распустить и вам снова показать, как это делается. Именно сейчас мы этим и займемся. Но я вам расскажу здесь еще один интересный факт. Здесь цепочку я набираю на 2 рапорта, точно так же, как рекомендует схема. Сейчас мы по схеме это еще хорошо посмотрим, объясню. Обвязка по рукаву рекомендуется вот такие сделать арочки. Очень просто, очень легко. Если вы хотите сделать еще что-то поинтереснее, на центральную можно сделать пико. После стирки и отпаривания оно будет стоять ровненько и будет выглядеть вот таким образом. А можно сделать на каждой арочке пико. Вот такие. Будет это вот так выглядеть. Это уже вам решать, захотите вы это делать или нет. Я вам покажу, как сделать пико на арочке. И вы можете их делать хоть в каждую арочку, если захотите. Вот такой маленький нюансик. Теперь еще про рапорты. Сами рапорты мы вот так высчитываем. Мы так привыкли. Вот он веерок. Но так как здесь идет половина, мы просто передвигаем. И рапорт у нас будет считаться от середины веерочка до середины веерочка. Именно вот по этим петелечкам мы смотрим количество петель на пройме. Все очень просто и легко. Давайте я вам сейчас покажу на схеме. Еще раз объясню, чтобы даже новички, которые первый раз вяжут, смогли в этом разобраться. Итак, схема. Здесь нам очень хорошо изображено именно соединение от центра веерочка к центру веерочка. И также очень хорошо видно количество воздушных петель. Их здесь 23 штуки. Три воздушные петли и идет соединение. Три воздушные петли и в четвертую идет соединение. И, конечно же, крайние у нас это центр веерочка. Все очень просто. Поэтому я набираю именно это количество петель. Тем самым добавляется два рапорта. Давайте приступим. Лицевая сторона и это спинка. Это мой росток. Я пришла вот к этому краю, вот на этом ряду. То есть сейчас у меня должны пойти столбики сдвоенные. Смотрите, что сейчас здесь делаю. У нас по схеме должно быть три воздушные петли. Два, три. И сюда же нужно сделать второй столбик. Но я сюда на третью петлю вот так маркер. Чтобы мне знать, что это верхушка моего первого столбика. Теперь набираем 23 петли. Здесь смотрите внимательно. Эту петлю можете не считать. Она у нас как рабочая считается. Главное, чтобы между этим маркером и соединением было 23 петли. Поэтому, когда я здесь считаю раз, то есть эту петельку с крючка сняла, вот она у меня раз. На крючке уже два. То есть вот эти моменты, не путайте, да? Мне нужно по цепочке 23 петли. Теперь, чтобы у нас она не переворачивалась, вот таким образом поверну материал на лицевую сторону. Нахожу маркер, вот он, и соединяюсь по лицевой стороне. Значит, поворачиваю вот так. Надеюсь, все успели понять, как это сделать. Уменьшите скорость, если не поняли. И вот сюда сниму, чтобы он мне не мешал. Соединюсь. Вот так. Вытащила ниточку, провязала столбик. Здесь я верну маркер на это место, чтобы ориентиры у меня сохранялись. Теперь смотрите. Мы пойдем с вами не наперед, а пойдем на рукавчик. И арочки нам предлагается делать из-под цепочек. Перейдем под цепочку соединительными петелечками. Аккуратно вот в эту мы соединились. Теперь вот в эту сделаю соединительную петлю. И вот сюда уже можно сделать сразу под арочку столбик без накида. И отсюда начинаем делать арочки. По 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И соединяемся в соседнее окошечко. 1, 2, 3, 4, 5. И нам по схеме предлагается соединить сразу в это окошечко, пропуская вот это. Потому что здесь соединение веерочков. 1, 2, 3, 4, 5. И переходим в следующее окошечко. Смотрите. Если вы захотите в центральной арочке сделать пико, сейчас будет как раз центральная арочка. Тогда делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь очень хорошо видно. Вот первая петелечка, вот вторая. А вот в третью мы вставляем крючок. Захватываем нить. Вытягиваем. И протягиваем через петлю на крючке. Вот такое маленькое пико получается. Делаем еще 2 воздушные петли. И соединяемся в следующем расстоянии между столбиками. Вот пико готово. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяемся в следующее окошечко. 1, 2, 3, 4, 5. И можно сюда соединяться, если захотите. Можете сразу в следующее соединяться. То есть обвязочка зависит уже от вашего желания. Вот так я сделала сейчас пико на одной. Можно на каждой арочке сделать пико. Так мы с вами провязываем по рукавчику. Здесь у нас спинка. И мы по спинке. Также здесь хорошо видно вот наши столбики. Также соединяемся вот в эти расстояния. По 5 воздушных петель арочки делаем. И приходим вот сюда. Я вам покажу, как здесь сделать соединение. И как продолжить работу. Я пришла к этому краю. Здесь 5 набрала. И соединиться можно вот сюда. Так же столбиком. Здесь наберу 3 воздушные петли. Вот в это место соединюсь. Это и будет уже сдвоенный столбик. Теперь пройду по цепочке. Вот так аккуратно ее надо повернуть. Вот так. И провяжу столбики без накида в каждую петелечку. Заодно и можно будет посчитать наши петелечки. 1, аккуратненько, второй, третий столбик, четвертый столбик, пятый. Вот так это у нас выглядит. Дойду до конца и покажу вам, как развернуться. Я сделала 23 столбика по моей цепочке. Соответственно, следующее уже вот на соединении. И оно будет у нас вот так находиться. Поэтому этот столбик, я здесь 2 петелечки пропускаю. И вот сюда соединяюсь. А здесь у нас как раз находится столбик, который идет с арочкой. То есть все совпадает. Делаю я соединительную. Вот таким образом. Теперь набираю 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Разворачиваюсь. Видите, у нас обвязка по рукаву. И она также у нас по пройме пойдет. Поворачиваюсь. Пропускаю 1, 2, 3 петелечки. В четвертую делаю соединение. Столбик без накида. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три пропускаю. В четвертую. Столбик без накида. Раз, два, три, четыре, пять. Три пропускаю. В четвертую соединяю. Точно так же у нас будет присоединяться узор дальше, когда он пойдет вязаться на тех же местах. И обвязочка будет выглядеть очень красиво. Раз, два, три, четыре, пять. Пропускаю. В четвертую соединяю. Раз, два, три, четыре, пять. Три пропускаю. В четвертую соединяю. 1 2 3 4 5 и вот наши столбики вот так они лежат у нас по лицевой стороне и здесь мы пойдем уже вязать ряд поэтому здесь у нас как раз помещается еще одна арочка и я сюда и соединяю уберу этот маркер чтоб он мне не мешал вот таким образом она должна соединиться значит вот так поверну ставлю крючок сюда где был маркер и сделаю соединительную так как у нас здесь уже соединялась и столбик уже есть дальше мне нужно оказаться с другой стороны поэтому здесь подтяну посильнее петелечку вот таким образом вот она у нас смотрите мы вышли на лицевую сторону теперь эту петелечку можно протянуть вот здесь так чтоб это не было заметно можно было бы просто повернуться но тогда будет ну не очень красиво хоть и не будет его видно но все равно вот так перешла здесь у нас идет узор 2 воздушные петли накид и столбики веерочки наши сюда в столбик делают сдвоенный столбик один недовязанный второй недовязанный провязываем их вместе то есть раппорт который вы уже прекрасно знаете 1 недовязанный второй две петелечки накид это место пропускаем переходим к следующему веерочку и здесь опять делаем сдвоенный столбик 2 недовязанных и вместе 2 воздушные петли и так далее то есть вот этот ряд мы сейчас продолжим вязать по спинке где вязали росток до этого угла и снова будем повторять и рукав и пройму я покажу как здесь у нас смотрите что получилось поверну вот так лицевая сторона вот таким образом она у нас будет выглядеть то есть что здесь обвязочка у меня сделано без пико что здесь на рукаве вот такая обвязочка получается и вниз пойдет уже узор надеюсь все все поняли очень подробно все объяснила давайте про вяжем по спинке вот до этого уголочка и повторим все то же самое что только что сделали с этой стороной я по спинке пришла к этому углу вот так это выглядит сейчас то есть мы будем повторять такой же край а соответственно сейчас набираем 23 воздушные петелечки и соединяемся с передом я набрала 23 воздушные петелечки мне нужно соединиться и здесь я предлагаю вязать по лицевой стороне то есть не переходить на рукав который надо будет обвязывать по изнаночной а повернуться по цепочке провязать столбики без накида и потом по рукаву то есть это будет лицевое вязание вот так у нас стоит наш цепочка ровненько и нам ее нужно соединить вот с этим местом здесь два варианта я хочу использовать вот такой вытащу крючок ставлю с этой стороны петелечку вытянуть сюда и здесь ее провяжу и точно так же сделаю подъемную петлю соединительную чтобы вязать в обратную сторону в каждую петелечку вставляю крючок и по цепочке 23 столбика без накида столбики провязала вот таким образом у нас должно соединяться чтобы все было ровненько поэтому вот сюда в столбик ставлю крючок и сделаю соединительную петелечку вот и все отсюда начну уже делать пять воздушных петель соединяюсь 2345 вот следующая дырочка вот сюда вот можно соединиться откуда столбики выходят это у нас росток по спинке 45 вот сюда можно вставить крючок и так далее 2345 вот сюда продолжаем обвязочку арочками по рукаву и приходим вот к этому маркеру по рукаву я прошла вернулась к пройме здесь можно сразу перейти вот в эту петелечку вот эту петелечку мы заодно зацепим вот так чтобы оно ровно все лежало 1 2 3 4 5 и как уже говорила 1 2 3 в четвертую соединяемся 1 2 3 4 5 воздушных петель 1 2 3 пропускаем в четвертую соединяемся столбиком без накида и так доходим вот сюда вот дошла к этому краю здесь остается у нас последняя арочка 1 2 3 пропускаем а четвертая уже как раз именно то место где арочка была поэтому вот в эту петелечку вставлю крючок захвачу нить и вытяну сюда я сделала соединительную теперь смотрите чтоб вы понимали вот эта петелька у нас сейчас находится на рукаве на рукаве а нам нужно вот у нас пройма лежит а нам нужно чтобы эта ниточка была вот здесь потому что вязать мы будем дальше вот по этому краю это для тех повторяю кто на первой пройме плохо понял то есть эту нам петелечку нужно провести вот сюда конечно ее провести можно разными способами можно повернуть вот так по изнанке провести можно сделать вот таким вот образом тамбурный шов захватив нить и продев то есть те же самые соединительные петелечки и еще так же спуститься вот сюда вернемся захватим нить и проденем мы с вами спустились теперь можно спокойненько перевернуть наше вязание посмотреть что у нас с вами получается вот что у нас сейчас получается с лицевой стороны перед здесь у нас пройма сделана и уже обвязана и рукав тоже уже обвязан начало ряда у нас было вот в этом месте да вот вот оно идет вот здесь оно у нас соединение шло и было с левой стороны сейчас у нас эта сторона правая и соединение ряда будет с этой стороны но зато у нас без отрыва нити обвязаны оба рукава и пройма тоже обвязана то есть мы просто сейчас начнем вязать вниз и так чтоб вы понимали повернула это перед тут у нас спинка мы со спинки идем по пройме сейчас нам нужно будет начинать следующий ряд здесь у нас половина веерочка значит на центре веерочка должен быть целый веерок значит здесь мы делаем пять столбиков раз два три воздушные петли это первый столбик если хотите повесьте сюда маркер чтобы вам точно знать где соединиться один раппорт у нас будет соединение по столбикам крайним а дальше мы снова перейдем на обычное соединение здесь я вам покажу сейчас все один столбик сделали можно вот в эту же петелечку соединено плотно все аккуратно ставим вот так второй столбик сюда же третий столбик накид четвертый столбик и пятый не переживайте что здесь все плотно это же соединение у нас здесь было главное сделать веерочек дальше продолжаем две воздушные петли как по узору и должно быть отсчитываем три петелечки смотрим внимательно раз два три в четвертую делаю столбик без накида готово пять воздушных петель также отсчитываю раз два три и в четвертую соединяюсь две воздушные петли делаю накид также три петелечки вот у нас стоит здесь соединение и как раз тут три петелечки вставляем крючок и делаем в этом месте веерок один столбик с одним накидом второй столбик с одним накидом третий четвертый пятый если вы хотите прибавить на этом ряду у кого-то грудь большая у кого-то полнота имеется давайте добавим еще один сюда столбик сделаем веерок из шести столбиков две воздушные петли три петелечки пропускаем в четвертую соединяемся раз два три четыре пять петелечек три в четвертую соединяемся раз два и вот у нас стоит маркер и вот у нас центр столбик можно даже теперь уже снять этот маркер делаем накид вот сюда прямо сделаю прокол в центр и делаю пять столбиков два три четыре пять пять две воздушные петли дальше как и должно быть по узору соединяемся здесь у нас пять воздушных петель два три четыре пять пропускаем сюда проходим две воздушные петли и так как мы решили делать прибавление то у нас получается пять шесть столбиков пять значит здесь делаем шесть столбиков точно так же в тело самого столбика чтобы крепко держался веерок ничего не растягивалось два три четыре сюда же пять пять и сюда же шесть раз два соединяемся раз два три четыре пять воздушных петель переходим к следующему раппорту думаю все все прекрасно поняли да мы сделали соединение мы провязали под рукой добавив здесь узор точно так же проходим по переду приходим к этой пройме под рукой маркеры вы можете уже снять и точно так же аккуратненько здесь провязывайте как я вам только что показала у нас вот здесь будет веерочек здесь веерочек и здесь веерочек и провяжу дальше по спинке по узору как должно быть и встретимся с вами уже вот около этого маркера я пришла к концу ряда здесь по узору две воздушные петли набрала и соединяюсь вот в эту третью петелечку которую мы с вами отмечали соединительной петлей все ряд закончен теперь у нас над каждым столбиком идет столбик с одним накидом раз два три это и есть столбик с одним накидом ставим маркер сюда мы будем соединять ряд потом у нас идет две петелечки по узору в следующий столбик мы так же делаем столбик столбик две воздушные петли следующий столбик делаем столбик дальше я не буду уже тратить время потому что раппорт вы знаете по кругу проходим приходим сюда здесь я вам показываю просто соединение чтобы вы знали потому что соединение в другом месте сейчас у нас идет и так заканчиваю этот ряд точно так же здесь две петелечки я набрала и соединяю третью петелечку подъема соединительной петлей готово следующий ряд начинаем точно так же как уже не раз показывала две воздушные петли накид сюда можно эту петелечку захватить так же вот таким образом вытягиваем ниточку провязываем петля накид и две петелечки вместе две петли воздушные сюда вот на соединение двух петелечек вешаю маркер сюда буду соединять ряд дальше все по узору накид следующий столбик опять же два не оконченных столбика а потом их вместе две воздушные петли и так далее все по узору вы уже знаете провязываем по кругу я вам покажу как продолжать я пришла к концу ряда две воздушные петелечки набрала сюда в отмеченную петелечку вставляю крючок и вытягиваю нить протягивая через петлю на крючке готово теперь наше соединение начнется вот отсюда вот так перейду одну петелечку соединительную сделаю и вот так вставлю крючок столбик без накида две воздушные петли накид в центральный столбик делаю веерок дальше все как обычно прибавление вы делаете как вам захочется я сейчас несколько рядов провяжу потом сделаю прибавление вот здесь у меня пять столбиков значит я пять столбиков и провяжу на следующем веерочке у меня шесть столбиков значит шесть провяжу и так несколько рядов где мне нужно будет сделать прибавление там его и сделаю на бедрах предположим у кого-то большая грудь у кого-то большие бедра у кого-то и то и другое тоже имеется поэтому прибавление делаете уже исходя из того на какую фигуру вы вяжете здесь где был столбик без накида откуда мы начали ставлю маркер я пришла к концу ряда чтобы вам показать соединение но здесь еще что хочу добавить на вот этом раппорте где шесть столбиков было и мы делаем снова шесть в центре веерочек начинает загибаться чтобы этого не было я добавила здесь воздушную петельку и здесь то есть если здесь на пяти столбиков у нас идет после соединения две петли пять столбиков две петли потом пять петель переход то здесь я сделала три петли шесть столбиков три петли соединилась из-за этой длины чтобы она не стягивалась я добавила петелечку ее нету в схеме но я думаю вы поймете так будет помягче выглядеть не будет сильно даже при растяжении натягиваться и так соединение еще раз показываю так как здесь пять воздушных петель значит мы делаем две воздушные петли накид а соединение делаем вот сюда где у нас начинался ряд вот таким образом столбик с одним накидом и у нас получается что мы находимся в центре арочки именно отсюда мы начинаем следующий ряд а сюда поставлю обратно маркер чтобы знать что здесь у меня начинается следующий ряд вот это я вам все показывала поэтому продолжаем вязание надеюсь все понятно как и что вяжется как делать прибавление как соединять ряды и начинать следующие ряды я вам все 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 показала поэтому вяжем прибавляем там где вам нужно и до той длины которая вам нужна и до встречи и до встречи и до встречи Продолжение следует...